Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Брасль-Брушковский. Глава вторая. Чайнику каюк. Снежинки рассеиваются, задорно и своевольно кружат и падают на землю. Наконец-то настоящая зима, – говорит Илга. – Неприятно, когда вокруг сера и гола. «Рождество Христово без снежка не обойдётся», – подпевает Зелма. Сегодня они возвращаются домой вместе. Правда, нечасто это случается, чтобы они разом кончали работу. У Зелмы именно после обеда бывает наплыв клиенток, и обычно она совсем не торопится поскорее закончить. Разве только по вторникам и субботам. А Илга, случается, убегает минут на пять-десять раньше времени. Хочется поскорее к Иманту. Целыми днями он один с собачонкой. Весёлая компания, что и говорить. Зелма охотно отпускает Илгу, если только нет заведующего. Инден из-за одной единственной минуты опоздания может прочесть целую лекцию о сознательности, дисциплине и ещё о том, о сём. И хотя у них всего четыре кресла, хотя он сам орудует бритвой, кисточкой и ножницами, начальник остаётся начальником. Его гневить не стоит. А сегодня Инден сидит на забрании, и Илга могла бы скрыться чуть пораньше, если бы опять не предстояло крянчить у Зелмы. Удобнее всего это сделать по дороге. Правда, и тут Илга не знает, как повернуть разговор, чтобы просьба не выглядела чересчур прямой и назойливой. Она больше молчит, слушает. — Зелме нравится порассуждать, посудачить о жизни. Кто женится, кто разводится, почему женился, почему развёлся, кто умер, а в ком жизни ещё теплится. Илга отвечает односложно. — Да, нет. Она терпеливый совеседник, не то что мужской мастер Валда, с которым у Зелмы никак не получается дельного разговора. Она только и знает скалить свои белые зубы. — Ты, милочка, стара, вот тебе всё и рисуется в мрачном свете. Или — Выходи замуж, станет веселее жить. Зелма плюётся. — Тьфу, срамница! Валду частенько поджидает за углом долговязый столер из промкомбината. А Зелме это, что нож острый. С половины пятого вертихвостка то и дело зыркает в окно. Чудо ещё, что не перерезало горло какому-нибудь клиенту. А Инден? Размазня! Другой бы задал ей перцу, чтоб не повадно было. А этот? — Голубушка! Вы замечтались! Голубушка! У Илги нет на Валду зла, но она не перечит Зелме. Что поделаешь, если Валда нравится даже Индену, старику с кустиками седых волос в бушах и отвислами, как два пустых кесета, щеками. Но ведь и Зелма не виновата, что у неё угловатая, горькое лицо старой девы, на котором даже брови природа навела, как незадачливая ученица парикмахера. От Зелмы не узнаешь, что в магазин привезли чудесный шёлк в горошек и очаровательные чешские кофточки, что у жены директора ресторана появилась вторая шуба, что доктор обзавёлся бульдогом. Илга с удовольствием слушает щебетанье Валды, хотя ей и некогда стоять в универмаге за кофточкой. Собака у неё есть, Бобик. Правда, не благородный бульдог, а чёрная беспородистая шавка. О шубе мечтать не приходится даже об одной, не то что о двух. Получка только в пятницу. Скажем, на завтра для обеда ещё можно наскрести, а послезавтра? Как ни верти, а непрошенная мысль тут как тут. Илга покосилась на Зелму. Придётся просить. До рынка рукой подать, а там их дороги разойдутся. Зелма свернёт на речную в сторону Даугавы. Илга пойдёт прямо почти до самой городской черты Яун-Бейлавы. Знаешь, Зелма, у меня на этот раз нескладно как-то вышло. Думала, что обойдусь. Тебе сколько? У меня мало с собой. Трёшницу? Пятёрку? До чего же Зелма отзывчивая, добрая? Подходит к освещенной витрине, открывает сумку. Вынула пять рублей, подаёт. Я после получки сразу, смущённо говорит Илга, стараясь не думать, сколько таких отдолженных у Зелмы рублей уже накопилось за три года. Зелма не торопит, не требует. Это мой христианский долг, отвечает она, когда Илга упоминает о деньгах. А упоминает Илга редко. Но не зря говорится, что долг не ревёт, а спать не даёт. Когда они расстаются, Зелма заботливо советует, пойдёшь в молельню, сапоги, пожалуй, надень, а то наметёт сугробов, и не проберёшься. Это вроде бы не вопрос, и ответа не требует. Пускай наметает. Проберётся. Как в прошлом году, и в позапрошлом. Разве снег удерживает Илгу сегодня дома? Но как сказать об этом Зелме? Зелма не поймёт. Спросит, сама ли нездорова, или сын захворал. Что ответишь? Нельзя же просто так сказать. Знаешь, Зелма, мне очень хочется побыть с Иммантом. Завтра побудешь? Ответит Зелма, как бывало. Почему меня никто и ничто не может удержать, когда надо идти в молельню? У Зелмы никогда не было сына. Так велика ли заслуга, что никто и ничто не может? Илга знает, куда повернёт разговор, если она заикнётся об Имманте. Поэтому лучше ничего не говорить. А вечером и в самом деле придётся надеть резиновые сапоги. Так думала Илга, ощущая на ладони согретую пятерублёвку. Что ни говори, а Зелма заботливая и участливая. И пусть Валда не старается их рассорить. Вчера Валда намекнула, что Зелма... Нет, не хочется вспоминать. Она даже не дослушав до конца, ушла. Она не станет слушать о Зелме ни одного дурного слова. По дороге Илга купила свежие булочки. Иммант их очень любит. Надо побыстрее накормить его и собираться. Посидеть с ним поговорить можно завтра. Зелма права. Но дома сына нет. И Бубика тоже. Илга стучит к Гобиням. — Расма, мой не у вашего Эджуса? — Нет, не было. Илга спрашивает у вторых соседей, хотя знает, что Иммант туда не ходок. А больше ей и негде искать. Иммант уверена не заходить дальше скверика в одну сторону и будки трансформатора в другую. Илга идет в сквер. Темно, заснеженно, тихо. Будь он здесь даже минут десять назад, метель успела бы замести следы. Илга возвращается. Ключ, как всегда, под половиком. Все, как она оставила утром. О, Господи, и обед не тронут. Возможно, ему не хотелось есть, но тогда бы он не удержался и скормил собаки по кусочку. Какая тишина! Илга была бы рада даже писку Гобинской даться за стенкой. Такая плакса, а сейчас молчит. К ночи готовится. Куда бежать? Где искать? Если бы она знала. Поздний вечер. Фонарь не горит. То ли зажечь забыли, то ли лампочка перегорела. Только проволока скрипит, скрипит. Когда Иммант заявляется, чайник на примусе выкипел, почернел, шипит и свистит. Иммант наливает в него воды, чайник шипит еще страшнее, и носик отваливается. А в комнате... Мама положила голову на край стола, глаза закрыты и часы зажаты в руке. Как ни старается он войти неслышно, на цыпочках, Илга все же поднимает голову. Пахнет бензином, маслом и еще чем-то кажется табаком. Она целует волосы, лоб Имманта, черную полоску на щеке и всем существом ощущает, что пахнущий бензином, маслом и табаком мальчишка — ее сын. Иммант проголодался и в перерывах между маминами поцелуями жадно откусывает булку. Пить хочется. Знаешь, отчаянику каюк... И добавляет, не переставая жевать. Не плачь, другой купим. Как я боялась, не случилось ли чего с тобой? Со мной-то ничего. С зажиганием случилось. Какое еще зажигание? У мотора. Приехали туда, все хорошо было. А как погнали обратно, трах! Пришлось нам обоим под машину лезть. Кому это вам? Мне с Юрисом. Он меня с собой взял в колхоз. Думали, что быстро обернемся, да не вышло. Чуть не весь мотор пришлось разобрать. Бобку привязали к дереву. Юрис любит собак. Да что это за Юрис? Ты разве не знаешь Юриса? Шофер. Он ходит к вам стричься. Он меня сразу узнал. Ты, кажется, сын Руцева, говорит. И потом мы вместе. Сынок, а? Обещай мне, что никогда не будешь уходить дальше сквера. Я не могу. Как же тогда с поездкой? Мы же скоро собираемся в Берстиямс. Илга смотрит в лучистые, восторженные глаза Иммонта. Ей не хочется его огорчать, говорит, что ни в какой Берстиямс он не поедет. По той простой причине, что она его запрет. Пусть Иммонт лучше целый день проторчит в комнате, чем будет шляться неизвестно где, каких только нет людей на белом свете. По улице она бегается вечером, когда она придет с работы. Илга выходит на кухню, чтобы снова поставить чай, на этот раз в кастрюльке, если уж чайнику каюк. Возвратившись с дымящейся чашкой, она застает Иммонта в постели. У кровати на коврике притулился Бобик. В коридоре для него положен мешок, но Илга на этот раз щенка не прогоняет. Пусть себе спит. Оба они устали, продрогли. Бобик привязался к Иммонту. Оскарова собака. Субтитры создавал DimaTorzok